Всем привет, друзья! Это Осторожно Окрашено! Новый выпуск! Сегодня мы рассмотрим несколько объявлений, которые объединены одним очень интересным нюансом. Достаточно буквально одной или двух фотографий, чтобы задаться вопросом, а нужен ли вам этот автомобиль. Но нюанс этот найти нам поможет Кирилл Авторревизора, а отчеты про авто подтвердят или опровергнут его догадки. А в конце выпуска тебя ждет интересное объявление от меня. Ну что, поехали! Алло, Кирюх! Вартан, привет! И привет, дорогой зритель! Лови сразу первое объявление и найди мне один веский довод, что с этой машиной что-то не так. Ого! Альфард! Вот это, я понимаю, интересная машина! Японская роскошь в нетривиальной упаковке! Как фанат мультивана, я такой формат одобряю. И самое главное, Вартан, Альфард новым не купишь. Это настолько популярная машина, что он всегда в дефиците. Ну и, соответственно, приходится довольствоваться тем, что на вторичке. Кстати, об особенных автомобилях. На канале «Яркие машины» от Автору уже вышел новый сюжет про классный харизматичный автомобиль. Ссылка на канал в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь, смотрите. Ну, а этот Альфард Вартан мы проходим мимо и не оглядываемся. И не из-за того, вот насколько аккуратно проложен провод видеорегистратора, хотя, ну, как бы такой подход он может говорить о многом. Но, ладно, допустим, я придираюсь. Туда же, в копилку придирок, отправим боковину переднего пассажирского кресла. Смотри, вот нижняя часть выглядит естественно, а боковина спинки, она вот словно из новой кожи, словно вот только что ее пошили. Возможно, перешивали, и правда, но для чего? А в этом месте как раз находится боковой аэрбэк, может быть, он срабатывал. Но ты просил один веский довод, получай, потолок. Точнее, то, как неровно он идет над головой водителя. Это как бы уже точно не регистратор подключали, это вот обивку потолка поломало, когда раскрывалась боковая шторка безопасности. А, ну, подушки безопасности, как ты понимаешь, от чиха не срабатывают. Но, должен признать, случай непростой. Вот, не будь этой фотографии, возможно, пришлось бы ехать на осмотр и на месте выяснять что да как. Ну, либо, Вартан, я очень надеюсь на твой отчет. Может быть, он что-то подскажет? Я тебе сейчас все расскажу, Кирюк. Смотри, в апреле 2019 года этот Альфард попадает на аукцион битых авто. На фотографии машина без морды, колеса вывернуты в разные стороны, бок сильно мятый и сработали все подушки безопасности. Расчет ремонта подтверждает, что машине досталось прям нехило. 2 миллиона 800 тысяч рублей. В списке работ, значит, замена почти всей подвески, замена правой колесной арки, ремонт стоек кузова, усилителей, крыши, стапельные работы. В общем, такое ощущение, как будто оригами, знаешь, развернули и выровняли. Поэтому, как видишь, Кирилл, даже если бы не фотографа со сломанным потолком в объявлении, то от холостого осмотра тебя бы спас просто отчет про авто. Остается лишь позвонить продавцу, узнать, что он думает по этому поводу. Ну а пока я набираю номер телефона, я попрошу тебя подписаться на наш канал и поставить колокольчик. Ну, чтобы не пропустить новые выпуски. Давай, нажимай уже скорее. Не битая, не красная, нет. О, отлично. А вы когда покупали эти проверки, муравельки делали, да? Ну, конечно, я же себе покупал, не кому-то. А, все, я понял. Это уже хорошо. А вот скажите, как зовут вас? Антон меня зовут. Антон, а скажи, пожалуйста, вот смотри, у него ДТП по ГИБДД бьется. Вот сын что-то посмотрел, говорит, в 18-м году было что-то там. Это был страховой случай. Я когда покупал у человека, ему продали эту машину. Страховая просто как бы деньги отмыла и получается, и все. Но с ней ничего не делали. Я ее когда покупал, загонял на станцию. Ее всю толщинометром все мерили, все нормально, все оригинальное. А, то есть как-то что-то аферисты, да, сделали что-то с ней? Да, да. Ну, они деньги отмыли, грубо говоря. У них была каска. Каска. Походу, каска заканчивалась. И чтобы свои деньги вернуть, они ее сделали так специально. И все. Деньги вернули, и все. Я понял. Ты, получается, какой год? Я когда просто покупал, меня это тоже смутило. Я когда пробивал у старого хозяина, то же самое меня это смутило. Я говорю, ну она же там все написано типа под замену, под замену. Он говорит, это был страховой случай. Не вопрос, говорит, молись на станцию, пусть ее пробьют. Ну вот я как-то ее загнал на станцию, ее всю прощупали. Ну, чинометром все прошли, и ничего нету. Ну, то есть все нормально, я ее как бы и купил. Я понял тебя. А ты, получается, год назад ее купил, да? Да, 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 да. Просто вот тут еще, смотри, с ним мне сейчас показывает. В отчете есть такой вещь. Аукцион битых авто он продавался. Вот эта машина. Вот эта машина. Аукцион битых авто. У нее там очень, это, морда битая, бок сильно мятый, там колеса вывернутые в разные стороны. Такой неслабый удар у нее. Я это все проверял, я говорю, это смутило. Я когда покупал, я вам объясняю, что меня тоже это смутило, но он, старый хозяин, говорит, это люди, она была в организации, эта машина, шефа возила. Она из Ставропольского края. И они, когда приехали, грубо говоря, эту машину продавать к хозяину, к предыдущему, они приехали, у них не хватило денег, и они как бы эту машину отдали за место того, чтобы деньги хватило. Они приехали погрузчики покупать. Ну, короче, там длинная история. Ну, факт в том, что это написано, я говорю, это только для того, чтобы от страховой компании получить деньги. Все. Больше ни для чего. Я лично ее и на подъемник поднимал, и смотрел все полностью. Мы, говорю, ее загоняли на автостанцию Валтуфьева, полностью ее смотрели, все проверяли. Я за это как бы тоже деньги платил, потому что я не хотел брать ни пойми чего. Мне сказали в сервисе, я в свой сервис загонял, ну, официальный. Они мне дали прямо бумажку, что с машиной все нормально, и я как-то там присутствовал, они при мне все смотрели и сказали, ну, зачем нам новую машину пригнал смотреть, что тут смотреть, тут невооруженным взглядом видно, что, ну, не красилось, ничего, все оригинальное стоит. И вот они при мне все толщинометром все проверяли. Антон, а может быть, а может быть, что вот был этот удар, потому что, видишь, фотографии есть, а ремонт просто хорошо сделали? Нет, 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 ну, я не хочу брать, грех надо, что зачем, это же можно все проверить сейчас. Конечно, конечно. Видишь, как я вот проверил. Я еще раз, я еще раз, я еще раз вам объясняю, что я брал для себя, а не для перекупа. Ну да, это правильно. Я ее для себя покупал. Да, то, что написано, это как бы, меня это тоже случило, когда я покупал, но я сразу что, я ее сразу погнал в сервис и все проверил. И пожалел денег, и сразу же, и когда в сервисе дали заключение, я ее сразу же купил. Кирюх, второе объявление уже у тебя, поехали. Отлично, рейндж-ровер. И, Вартан, позволь опять начать с придирок. Так, вот смотри, молдинги черные, название рейндж-ровер на кромке капота тоже черное, а на крышке багажника буквы белые. Ну, как так, а? Это когда, знаешь, владелец хотел сделать себе shadow line, ну, типа, все черное. Начал, но в какой-то момент захотел перекусить, ушел и просто не вернулся. Ну, либо просто половина рейндж-ровера от другого рейндж-ровера. Хотя, должен признать, что на этих фото машина выглядит довольно ровно. Вот если бы не одна деталь, можно было бы прям вот поверить в твою историю с недоделанным shadow line. Смотри, водительский аэрбэк у этой машины точно стрелял. И, причем, чтобы это увидеть, даже не нужно ехать на осмотр. Вот просто посмотри, как небрежно перешита центральная часть на руле. Швы, кожа, натяжка материала. Вот даже эмблема, по-моему, и так криво закреплена. То есть, вот все это не заводское творчество. И я предлагаю сейчас даже, знаешь, что показать зрителям, как должен выглядеть руль у такого рейндж-ровера. Ну, просто, чтобы они сами увидели визуальную разницу. Ну и, собственно, все. Если у машины срабатывала подушка безопасности, а продавец пишет в описании, что авто в идеале, то зачем нам ехать ее смотреть? И, кстати, до кучи, ну вот, знаешь, подтвердить, что нам не показалось. Мне кажется, что центральная часть передней панели, вот к ней тоже есть вопросики. Потому что, кажется, над экраном, монитором, панель как-то вот в волну идет. То есть, вероятно, что срабатывала подушка в передней панели, и ее тоже перешивали. Кирюх, ну что тебе сказать? Вот ты в самом начале язвил, что половины машины не было у нее. А я тебе так скажу, в каждой шутке есть только доля шутки. Потому что по расчету ремонта этой машины вообще всей не было. Август 2018 года машина попадает в ДТП, Тюменская область. И ты только посмотри на эти фотографии. Расчет ремонта, внимание, на 6 миллионов 200 тысяч рублей. Это просто еще один новый рейнджровер. Так и есть, Кирюх. Я вот даже перечислять не буду, что там приговорили к замене, потому что вся машина в этом списке. И главное, замена кузова. Далее, в феврале 2019 года, бедолагу снимают с учета, а спустя 4 месяца выставляют на продажу как есть. В июне 2020 автомобиль снова встает на учет, а с мая 2021 года продается уже в целом состоянии. Слушай, ну, с одной стороны, раз у машины новый кузов, то почему бы ее и не взять? Но главное убедиться, что помимо кузова, все остальные узлы и агрегаты, которые перечислены в расчете ремонта, что они тоже заменены на новые. Потому что энергия от удара, она расходится по всей машине. Достается и коробке, и мотору, и подвеске. Но, как бы, если поврежденный кузов видно, то, например, погнутый от удара вал внутри коробки передач ты вряд ли заметишь. Или, например, чуть поврежденную рабочую поверхность в подшипнике, или какую-то микротрещину на корпусе узла важного. То есть на вид эти детали целые, а по факту они уже работают на износ, и их ресурс непредсказуем. А, как бы, судя по водительскому аэрбэгу, ну, на новые детали в этой машине поменяли далеко не все. Поэтому мне прям не терпится послушать твой разговор с продавцом. Слушай, я не понимаю, зачем так машину продавать, если трубки не берешь. В общем, который раз уже звоню, никто не хочет нам ответить и рассказать об этой машине. Ничего не узнаем сегодня. Кирюх, лови следующее объявление. И снова начнешь с придирок? Вартан, какие придирки? Ты посмотри, с таких ракурсов прям карета. Но, снова, одна деталь превращает карету в... Нет, не тыкву, в карету со сработавшими подушками. Вот снова потолок всех сдал. Залом на потолке рядом с ручкой, где вот задний пассажир. Все, друзья, если вы увидели такой залом на потолке, закрывайте это объявление. Это вернейший признак срабатывания подушек безопасности. То есть просто здесь даже не нужно показывать референс. Просто таких заломов быть не должно. И все. Впрочем, Вартан, я смотрю, продавец как бы и не пытается ничего скрывать. Он в описании сразу пишет о том, что машина после ДТП. Да и цена, в общем-то, вполне адекватная. Ну да ладно, расскажи, а отчет знает, откуда на потолке заломы? Да, Кирюх, в отчете есть ДТП. Произошло оно в 2020 году. По страховое восстановление оценили в 700 тысяч рублей. В апреле того же года машина продается битой. На фотках выглядит довольно эффектно. Морду как будто срезали снизу. Одно колесо оторвано, все остальные просто смотрят в разные стороны. Подушки сработали, но благодаря тебе зритель уже это знает. В мае 2020 года меняется собственник, который сейчас машину и продает. Скорее всего, я ему и буду звонить. Это машина моего отца. Он человек-венитой. И поэтому он просто просил меня выставить. Я так же все знаю. Просто ему звонки не стало удобно принимать, ему было бы не очень удобно принимать. Все, я понял. Тогда, пожалуйста, вы говорите, все знаю за машину. Расскажите, да, что, как. Ну, смотрите, в объявлении, видите, там указано, что машина в аварии была. Да, вот это что за авария? Сильный? Ну, смотрите, если так вот описывают, то авария была вскользь. Прошла по водительской двери и в крыло. В колесо туда пришел. Угу. Вот, то есть там, получается, по этой стороне все заменено на новое. Там, если автотеку пробить, полумиллиона вложения. Угу. Вот все это заказывают, все запчасти. Так же подушки все заказывали. Новые стоят все подушки. По салону. Угу. И потолок на заказ перешит. Из кожи натуральной. Угу. То есть там машина с большими вложениями сделана. А, в морду? То есть... Морда целая у нее? У нее, получается, поминя на крыло с водительской стороны. Соответственно, бампер новый стоит. Не стали ничего делать, он просто новый стоит. Потому что, если удар пришелся, то есть бампер сорвало в сторону вот эту. То есть не стали ничего там мучить, крутить. Просто сняли новый салон. А так, в принципе, то есть по технике у нее все вообще идеально. У нее, кстати, новое стоит по регламенту. Это вы его официал делали, да? Или где-то? У нас в Липецке есть знакомый учесть по этим машинам. Потому что машина в семье не первая. Был в «Дескавери» четвертый. Затем был «Бок» 4.4 с 12-го года. Затем вот этот вот. То есть все у него делают. С обществом все заказывают. То есть все это там качественно делают. А в официал, во-первых, дорого очень делать. Или заработать. Ну, получается, вы ее просто битой взяли и сделали, да? Себе? Да, для себя. Дело сейчас вот используем с продаж. Не тороплюсь особо как-то. Просто там вот «Долг» висит, но как написано. И то есть, в принципе, машина уйдет, долг закроется. Машина не уйдет, он так постепенно закроется. То есть не такая проблема. Цена стоит. Торг с такой ценой я большой не даю. Ну, получается, подушки у него в ДТП там сработали, да? И вы их потом поменяли? Ну, да. То есть никак не перешит, ничего. Они просто вынуты. Это коробок сбора идет. И сборы заказы. Сборы в сторону. То есть такого манипуляции нет. Руль тоже то же самое. То есть руль заказывается в «Лямбо» вместе с подушкой в сборе. Центральная часть руля, можно сказать. Там, если что, у вас есть какие-то фотографии, чтобы посмотреть, да? Как делали, что делали? Да, в принципе, все есть. И там даже что смотреть, если есть, то он может приехать здесь, посмотреть. То есть там машина, все в идеале сделано. То есть никаких стуков, простукиваний, ничего вообще такого нет. И она вот абсурдна. Ну, это до 3 тысячи назад. Ну, то есть проверку можем и загнать, и будет все хорошо там. Да, вообще, ну, в принципе, чего мне сейчас врать? Да, все так не думают. Одни, многие по-другому точно думают. Нет, там вот, то есть мы проверяли сами, загоняли на проверку ЛКП. То есть все ровно идет вообще. Пикали ее, все ровно ЛКП. То, что делали, очень качественно. То есть не просто это вот брали, там детали, что-то брали детали сразу за закат. И красили. То есть там слой графики, как родной стоит. А если вот не секрет, этот, сколько вышло, вот, ремонт? Ремонт вышел около 450 тысяч. Это прям, ну, там, как вам, хотя и каждый плюс мой старший цифр выше. Потому что там, если не экономить, то оно так и выходит. Машины после ДТП восстанавливают по-разному. И далеко не всегда обнаружить те или иные недостатки вот так вот легко. Внимательность и опыт хороший помощник, но далеко не панацея. Поэтому внимательно изучайте фотографии. А если не увидели на них ничего подозрительного, проверяйте себя отчетами про авто. Друзья, то самое важное объявление. Если прямо сейчас вы продаете свой автомобиль на Автору ценой около 1 миллиона рублей и уверены в превосходном состоянии своего автомобиля, то предложите его нам по ссылке в описании. Возможно, твой автомобиль станет героем следующего выпуска. И у тебя будет возможность быстрее его продать. Так ведь, Кирюх? Непременно. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok